Добрый вечер, уважаемые телезрители. Эфир телеканала Хабар 24 продолжается программой «Экономика». Я ее ведущий Алишер Кожазбаев. Сегодня мы хотели бы поговорить о реформах. О реформах, в первую очередь, конечно, связанных с экономикой и с бизнесом, потому что именно предпринимательство является залогом благосостояния каждого казахстанца и ключом к диверсификации экономики. Еще в прошлый раз мы разговаривали на похожие темы с представителем президиума Национальной палаты предпринимателей Атамикен Рейнбеком Баталовым. И еще в прошлый раз мы договорить не успели. Я очень попросил Рейнбека Нваровича прийти к нам в студию снова. И вот сегодня Рейнбек Нварович ответил согласием. Рейнбек Нварович, добрый вечер, рады вас видеть. Добрый вечер. Рейнбек Нварович, сразу начнем. Вот это продолжение, по сути, прошлой передачи. Вот я у вас не успел спросить, и некоторые вопросы у меня как бы новые за это время родились. Мы с вами начали обсуждать про бизнес как таковой, роль палаты для бизнеса. А теперь мне хотелось бы у вас спросить о отношении Национальной палаты предпринимателей с государством. Нуждаются ли они, наверное, все понимают, что они нуждаются в некой реформе, в неком усилении этой роли. Вот насколько сегодня это происходит, насколько это поддерживается самими властями, правительством в частности? Что происходит в данном направлении? Ну смотрите, безусловно, поддерживается. Причем мы сейчас активно проводим у себя в палате трансформацию. Трансформацию чего? И вот буквально у нас будет через неделю съезд, где мы будем выносить те функции, которые мы хотим у себя сократить. Мы признаем, что действительно палата на себя набрала определенное количество функций, которые мы считаем либо должны перейти в конкурентную среду, либо вообще не должно быть. Например, строительство каких-то таможенных терминалов и так далее. Поэтому мы эти предложения выносим и сокращаем у себя те количество функций, которые, по нашему мнению, в целом бизнеса были созданы рабочие группы, во всех регионах прошли опросы, работы с комитетами и так далее. То есть у нас такая достаточно большая работа проведена. И мы реально там, в общем, что не нужное, мы сокращаем, убираем, передаем в конкурентную среду. На чем мы хотим сконцентрироваться? В первую очередь на вопросах отраслевой политики и региональной политики. Конечно, вот это вот очень важно. И в этой связи мы сейчас внесли два предложения. Первое, это то, что те документы, которые экономического характера к нам приходят на анализ регуляторного воздействия, на экспертизу, у нас есть одна проблема, что это приходят не финальные документы. И бизнес организовывает там разную экспертизу, тратит время, да, там, ну и, в общем, вносит предложения. В итоге мы не видим финального документа. На финальное, не на финальное мы внесли. Вот эти вот изменения мы сейчас передали, и они в процессе. Второй момент о том, что есть стратегические документы в системе госпланирования, так называемого. Ну, короче говоря, развитие там отрасли, например, растеневодства, там, животноводства, да, там, какой-то другой отрасли. Вот эти документы не приходят нам на экспертизу, а мы, крайне важно для нас, чтобы мы консолидировали бизнес, именно вот отраслевой бизнес, для того, чтобы вот самим дать предложение по тем мерам поддержки, по тем программам, которые, по которым отрасль развивается. И вот здесь вот крайне важна наша задача, это действительно быть полезным для бизнеса. Ну, условно говоря, я занимаюсь выращиванием чего-то, да, то есть я должен понимать, что, да, региональная палата, от нее есть какой-то толк, да, там, в вопросах решения вопроса с акиматом. Или есть толк, там, в вопросе с минсельхозом. Ну, как бы вот в этом, вот эта полезность для нас важна, но чтобы эта полезность была, нам, конечно, нужна мотивация для бизнеса, более активно участвовать, это вот то, о чем сейчас я сказал. Понятно. Вы знаете, даже здесь уточняющий вопрос, если можно, задам. Я слышал, наверное, это еще решение не принято, но, тем не менее, хотелось бы из первоисточника услышать. Я слышал, что, ну, мы знаем, что министерства, они разрабатывают некие законопроекты. На эти законопроекты Атамикен обязательно пишет заключение. И вот сейчас, я так понимаю, что прорабатывается вопрос, что если заключение будет отрицательным, то вопрос выносится на уровень премьер-министра. А не просто решается где-то в министерстве принимать эти замечания или не принимать. Правда ли это? То есть в данном случае палата получит очень мощный ресурс, как мне кажется. Ну, смотрите, мы, понятно, у премьеры времени не хватит на все правовые, да, там, нормативно-правовые акты давать какую-то свою, так сказать, экспертизу. Но мы считаем, что по стратегическим, да, там, что касается, там, развития стратегии отрасли, или если это касается, там, действительно, достаточно большой, серьезной отрасли и, там, каких-то изменений, то нам бы, конечно, хотелось. Мы такое предложение вынесли. В целом у премьера есть поддержка, что по стратегическим вопросам он готов быть, ну, короче говоря, вопрос такой, либо одну голову послушать, либо две. Ну, всегда разумно послушать две, как говорится, если есть два разных мнения, мы же не враги самим себе. Мы просто говорим, вот послушайте наше мнение, как развивать эту отрасль по вопросам транспорта, не знаю, там, вопрос энергетики, там, и так далее. Послушайте наше мнение, мы дадим свою версию тех или иных вопросов. Поэтому я считаю это очень разумным и, в принципе, еще раз подчеркиваю, по серьезным стратегическим вопросам, да, такая договоренность есть, и мы эти предложения сейчас отрабатываем в виде вот нормативных документов, что нужно внести, чтобы это было. Понятно. Интересно. Ромик Анатольевич, тогда дальше про реформы. Хотелось бы что спросить. На самом деле, наверное, ну, лично для меня, я рад, что вы вот так этим усиленно очень занялись. Конечно, реформа отношений с государством, она давно назрела, наверное, это все понимают. И меня радует, что роль, по сути, да неважно, палаты, не палаты, то есть роль бизнеса в принятии решений усиливается. Это классно. Мы хотим быть независимыми, потому что, ну, такой момент, в 2019 году 72% бюджета палаты, это были в основном госзадания. Ну, о какой независимости палаты можно говорить? Сейчас мы сказали, да, но нет, сейчас у нас максимум 15% это те программы, которые, например, в отдаленных селах мы организовываем вопросы консалтинга бизнеса, центры поддержки бизнеса. То есть это такие совершенно абсолютно разумные, нужные, востребованные программы. А 85% сейчас это сам бизнес финансирует? Да, совершенно верно. Отлично. Но, кстати, а это только крупный или это там весь срез? Нет, нет, у нас только крупный средний платит, а малым решением съезда в феврале месяце решили... Это да, но средний платит, да? Средний платит, да. Окей, супер. Хорошо, а подскажите дальше, тогда вот про реформы, если поговорить. Хорошо, реформа отношений с государством назрела. А какие реформы, есть ли какие-то сейчас разработки реформы, направленные вот конкретно на развитие предпринимательства в стране? Там много проблем и, откровенно говоря, наверное, здесь это больше функции Министерства экономики, чем НПП Атамикен. Да, НПП Атамикен, он же решает больше такие, ну, как бы задачи сегодняшнего дня проблемы для бизнеса. Но, тем не менее, думает ли НПП сегодня о развитии, есть ли это в повестке? Ну, однозначно думает. И вот, на самом деле, вот вся наша трансформация, она направлена на что? Мы говорим, давайте вот мы, как я уже сказал, в отрасли консолидируем, да, так сказать, профессиональное мнение всей отрасли, да, там, крупный, средний, малый. Вот эта роль, баланс палаты, он выдерживается, да, и вот в части нашей трансформации это одна из главных наших задач. И мы, безусловно, участвуем в экономической политике, потому что вот как раз-таки наше видение проблем в отрасли, мы же внутри прям. И вот это вот очень важно, что мы выносим эти предложения, еще раз подчеркиваю, и на отраслевые министерства, и при обсуждении новой экономической политики. Но я, знаете, я более прагматично подхожу. Понятно, нам нужны верхнеуровневые, да, там, нацпроекты, нацпрограммы. Но я говорю следующее, вот у нас последние 20 лет, наверное, основная проблема, это реально красивые программы, реально правильные вещи говорят в столице. Но реализация, она действительно хромает. Абсолютно точно. Потом приходит новый министр и говорит, ну, давайте по-новому там поднимать эту отрасль. И все забывают, а почему мы эту старую программу, цели там те не достигли. И вот мы предлагаем конкретные прагматичные вещи. Давайте по каждой отрасли делать там 7-10 ключевых показателей, которые очень четко, вот глава государства рассматривает отрасль. Ну, мы это как предложение вносим. Он начинает с этого дэшборта, условно говоря, да, с этих ключевых показателей. Ну, например, все мы зависим от транспорта. И вопрос транзита или внутренних перевозок, например, на экспорт, да, там, скорость железнодорожного транспорта, да, там, оборачиваемость, она очень сильно взаимосвязанная штука. Поэтому, ну, вот такие ключевые показатели, мне кажется, они очень важны. И, в общем, нужны эффективные механизмы контроля, реализации этих очень правильных поставленных задач. То есть, если я правильно услышал, вы сейчас больше пошли не, скажем так, чтобы, не тем путем, чтобы там перернуть все отрасли, все заново написать, а совершенно конкретно взять проблематику каждой, там, 7-10 пунктов и начать просто решать. Да, конечно, я же сам бизнесмен, я говорю, ну, хорошо, я выращиваю там сою, да, там, или я произвожу молоко. Но вопрос, вот что мне полезно, что мне нужно, да, вот для того, чтобы я сейчас смог развиваться. Я же вижу эти проблемы. И я говорю, давайте вот топ-5 проблем операционных, которые нужно решать. Совершенно конкретно и точно. Да, мы их вместе, условно говоря, с молочниками обсуждаем, да, или с транспортниками обсуждаем. Говорят, вот наши 5 проблем, давайте их начинаем решать, потом к другим перейдем. Понятно, нас переводят, говорят, нет, давайте там что-нибудь другое рассмотрим. Но мы говорим, нет, давайте эти 5 решим. Есть вопросы стратегического характера, да, мы хотим участвовать в разработке стратегии отрасли. Потому что я занимаюсь транспортом, я условно говорю, да, там, или каким-то другим видом деятельности. И я вижу эти проблемы, я понимаю, в каком направлении как нужно развиваться. Поэтому, мне кажется, вот, понимаете, вот эта коллаборация, да, там, вот это партнерское отношение. Мы не критикуем, да, мы не говорим, что там вы все плохо делаете. Да нет, мы говорим, вот, пожалуйста, давайте мы вместе это разработаем. Да, у нас могут быть какие-то разные позиции. Но послушайте нас, вот мы даем эту аналитику, мы даем отраслевую аналитику, да, там, мы даем меры поддержки. И вот в чем важность вот этих ключевых показателей? 3-6 месяцев эта мера поддержки не работает, все, ее, значит, нужно пересматривать или нет, не надо там кого-то наказывать, да, там, и так далее. Давайте гибко к этому подходить. Мера работает, значит, идет изменение. Мера не работает, все, давайте ее пересматривать, разрабатывать более эффективные меры или предлагать. Ну, вот такой прагматичный подход, вот он нам крайне важен сейчас, потому что, ну, мы хотим реально дифферсицировать экономику, мы хотим реально больше отправлять на экспорт, да, там, мы хотим реально больше производить, а не покупать импортных товаров и всю эту нашу валютную выручку опять отправлять за границу и потом страдать от инфляции, девальвации, там, и так далее. Да, слушайте, мне, честно говоря, вот, я надеюсь, что вы очень искренне, потому что мне очень нравится то, что вы сейчас говорите, я тоже практикующий бизнесмен помельче, чем вы, но я совершенно четко понимаю, действительно, мы там 20 лет какие-то прекрасные программы пишем, и, ну, часть из них, честно говоря, эффекты ощущаются. Ну, а я вот постоянно там могу критиковать, как бизнесмен где-нибудь там в кабинете, там, тот же фонд Дому, но то, что он реально поддерживает, субсидирует, гарантирует, сложно отрицать. И то, что они все-таки смогли сделать так, чтобы не только там избранный круг мог что-то получить, это тоже факт. И вот если вот такие же конкретные меры, просто там, часть по отраслям решать отношения с местными исполнительными органами, там, с государственными, центральными органами, то это круто, если это так. Хотелось бы вообще посмотреть, конечно, может быть, мы какую-то отдельную программу выделим и прямо об этих проблемах поговорим. Да нет, я предлагаю прямо кейс разобрать, вот возьмем там туризм, условно говоря, мы там сейчас как пилот в Алмате делаем, да. Ну, алматинцы знают, что туризм это одна из тех отраслей в Алмате, которая имеет огромнейший потенциал. И мы, как, условно говоря, там, ну, и любые алматинцы, и гости Алматы, понятно, хотят эту инфраструктуру, да, там, чтобы она развивалась, чтобы сервисов, турпакетов там было гораздо больше, да, там, ну и так далее, и так далее. И вот мы можем прямо разобрать, мы прямо покажем, как мы консолидируем отрасль, как мы это отрабатываем с Акиматом, какое у нас взаимодействие с Акиматом идет, какой эффект мы от этого уже начинаем видеть, да, там, насколько это интересно бизнесу. Понимаете, ну, вот когда вот это есть, это улица с двухсторонним движением, и когда и со стороны госоргана, да, там, в частности, Акимата, да, там, Алматы, да, там, вот идет это взаимопонимание, на самом деле мы-то все на одной стороне, баррикад, как говорится, да, то есть нам нужно действительно создать условия для бизнеса, создать качество жизни для региона. И вот мы покажем прям конкретные кейсы, вот это вот, мне кажется, очень важно. Что-то уже получается, что-то мы видим не получается, да, по разным причинам, но, как говорится, вода камень точит, и мы, я уверен, что мы на правильном пути. Угу. Интересно. Я подумаю, и, наверное, вам отдельно предложу, мне бы хотелось прям в какой-нибудь из отдельных программ прям взять вот несколько отраслей, прям кейсы разобрать, действительно, по шагам, что планируется сделать, и вот так постресс-тестить. Очень интересно. Да, у нас интересные уже есть, у нас проектные команды по транспорту есть, по энергетике, по ГМК, по аграрным вопросам, да, ну, то есть у нас достаточно... НПП «Тамикен» на «Эджайл» перешел? Ну, да, почему нет, почему нет? Круто, круто. Хорошо. Рембек Анварович, вы сказали про экспортный потенциал. Тоже интересно про это спросить. Видите ли вы как-то, может быть, лично как успешный предприниматель, вы это экспортируете, насколько я понимаю? А что нужно, чтобы экспортировали больше? Вот, знаете, как, даже немножко, вот я что, какой смысл я закладываю эти слова? У нас, по-моему, чуть больше 4 тысяч в стране ОТП, то есть отечественных товаропроизводителей, но экспортеров всего 550, по-моему. Я вот эти ОТП хорошо увидел, когда мы сами там какую-то продукцию там поставляли в КТЖ, в КМГ. Я видел, как заходит ОТП, который на самом деле, ну, обманщик, у него там 3 человека майки шьют, 100 майк пошили, еще 4 тысячи из Китая привезли и продали как будто бы это ОТП. То есть реально отечественный товаропроизводитель, он плохо развивается, и до экспорта там далеко, потому что, чтобы выходить на экспорт, надо быть очень профессиональным и производить реально качественно, быстро и круто. Что нужно, что бы нам такое сделать? Это, я не знаю, вы можете дать ответ в виде совета от Реймбека Баталова, уже успешного экспортера, или как представитель президиума НПП от Амикен. Как вы видите развитие экспортного потенциала? Да я вообще не делю, вот смотрите, я бизнесмен, да, но если у палаты разное видение с бизнесом, ну, тогда зачем эта палата нужна? Ну да. Да, и я экспортирую продукцию на разные рынки, соответственно, я вижу эти проблемы изнутри. Конечно, есть сегодня сдерживающие вопросы, да, то есть вот, видите, у нас подход очень четкий. Сегодняшние проблемы, топ-5, например, по экспорту, одна из топовых проблем – это транспорт. На сегодняшний день скорость на экспорт, например, железнодорожного транспорта, я так, индикативно скажу, там, в районе 500 км в сутки. Сейчас он там почти в два раза меньше. Ну, вот это один из сдерживающих факторов, да, там, вагонов не хватает, да, там, есть другие проблемы, есть проблема транзита. То есть транзит идет, всех разгоняет, мы ждем, пока транзит пройдет, который там в Европу или в Россию идет. А мы местные отечественные товаропроизводители, которые либо на экспорт, либо внутри, мы ждем, там, есть такая форма, там, брошенные поезда, есть скорость движения. Поэтому вот существуют текущие инфраструктурные проблемы, еще раз подчеркиваю, в первую очередь транспорт, потому что мы большая страна, у нас затраты на логистику реально съедают очень много. И наша железная дорога, автомобильные дороги, как часы швейцарские должны работать, понимаете, и для меня это очень важно, потому что я оптимизирую, да, там, свой склад, я оптимизирую сырье, я там стараюсь, ну, ставки высокие процентные, да, там, оборачиваемость из-за каких-то определенных моментов сложные. Поэтому есть вот такие операционные вопросы. Есть, конечно, фундаментальные. Для того, чтобы я был конкурентно способен, у меня должна быть более конкурентная себестоимость. Чтобы была более конкурентная себестоимость, несколько вещей нужны, да, там, первая сырьевая база и как она развивается, да, там, в разных отраслях. Сельское хозяйство, одна тематика, горно-металлургический комплекс, да, там, и все, что связано с геологией, другая тематика, да, там, торговля и услуга, там, третья тематика, пищевка, четвертая тематика. Ну, то есть везде есть свои нюансы, но очень важно, чтобы у нас было свое сырье, которое, так сказать, конкурентно способно. Второе, это, конечно, производительность, оборудование, там, навыки, да, там, человеческий капитал. То есть это все. Но чтобы вот это все было реализовано, понимаете, у нас должны быть очень четкие определены приоритетные отрасля, где мы имеем этот потенциал. И вот о чем я и говорю, что мы вместе с государством, мы и хотим быть помощниками президента, помощниками правительства, помощниками Акима в выработке, вот для самих же себя, вот этих вот мер поддержки. Давайте их вместе вырабатывать, ну, что мы сейчас, в принципе, и делаем. И вот мы четко понимаем, чтобы мы, соки наши были конкурентоспособны, но мы должны сырьевую базу, по крайней мере, не на импортном томате работать, да, на своем, не на импортном яблоке работать, а на своем. Но это же очевидные вещи, вот как развить свою сырьевую базу, понимаете, ну, это тоже понятная штука, вот, но ее нужно просто делать, и мы вот этим сейчас и занимаемся. А вот как избежать таких, как бы правильно сказать, перегибов, что ли, вот, допустим, по железной дороге? А почему транзитные поезда сегодня в приоритете? Может, потому что они платят больше? Нет, они, они, конечно, для самой железной дороги это важно и выгодно, да, то есть мы понимаем, да, тут с пониманием относимся, но мы говорим, что должен быть баланс. Потому что вопрос того, что если, представляете, все предприятия, которые так или иначе используют железнодорожный транспорт, по скорости упали в 2-3 раза и испытывают проблемы, это говорит о том, что я налогов буду платить меньше, это говорит о том, что я менее конкурентно способный. И мультипликативный эффект, впрямую, наверное, да, транспорт транзитный, вот, кэшем конкретно платят с предоплатой, да, там, железной дороги. Конечно, внутренние перевозки и экспорт менее, наверное, доходные для железной дороги. Ну, еще раз говорю, ну, для экономики это крайне важно, поэтому у нас должен быть баланс. И мы ничего другого не просим, мы говорим, давайте, это должен быть, мы же не говорим, отменить этот транзит. Но мы говорим, давайте выдержим этот баланс и давайте выдерживать. Если на экспорт скорость должна быть, там, 500 километров в сутки, то будьте добры ее выдерживать. Вот, вот и все. Не в ущерб, то есть транзит и зарабатывание квази-госсектора и монополиста не за счет отечественных товаропроизводителей и внутреннего рынка, не за счет внутренней, ну, отечественной экономики. Вот вопрос только такой. Он, мне кажется, очень справедливый. Мы вообще движемся к справедливому государству, и справедливость в экономике, она очень важна. Вот эта же справедливая штука, транзит и внутренние перевозки, экспорт. Здесь, знаете как, мне как-то тяжело даже сказать, понимаете, у нас любая история, очень часто, с построением чего-то справедливого для других заканчивается большими злоупотреблениями. Ну, вот я примерно понимаю экономику КТЖ. КТЖ, он же субсидирует за свой счет пассажирские перевозки очень сильно, за счет того, что зарабатывает на грузовых. То есть у нас люди как бы ездят на поездах гораздо дешевле, чем они должны были бы ездить рыночно. Это же справедливость, справедливость. Сейчас они, по идее, должны какой-то вагонный парк, грубо говоря, там выдрать из-под транзита, отдать на внутренний рынок для того, чтобы здесь происходили перевозки, уронив свою доходную часть. Получится ли этот мультипликативный эффект, пока вопрос. Но КТЖ мы экономику уже начинаем ронять. Вот у нас так во многом, понимаете, я понимаю, о чем вы говорите. То есть вообще-то все звенья должны работать, исходя из того, что работать они будут добросовестно. Только так можно построить. Но как только, я говорю, начинаешь кого-то искусственно что-то заставлять делать, так сразу это как-то вот потом превращается в отсутствие мультипликативного эффекта. Да, знаете, это когда происходит, это когда есть какие-то кулуарные вещи или какие-то групповые вещи. В нашем случае, вот мы в палате очень четко определили, что наши проектные команды по отраслям ни в коем случае не лоббируют интересы какой-то одной или двух групп. Мы говорим, что мы вырабатываем общие правила для всех, для всего рынка. И для нас это очень важно. Мы говорим следующее, что да, мы не хотим, мы хотим, чтобы КТЖ было сильное в Казахстане. Действительно, чтобы железная дорога была сильная. Но мы хотим прозрачные правила. Вот за что отвечает КТЖ, например, за магистраль, за диспетчеризацию и так далее. А вот за что отвечает рынок. И мы готовы туда инвестировать. Мы готовы быть перевозчиками, мы готовы инвестировать в тягу, мы готовы инвестировать в другую инфраструктуру. Понимаете, и это же важно. Зачем использовать бюджетные средства или деньги нацфонда, когда можно четко для рынка определить условия. И рынок действительно единственное говорит, вот эти условия должны быть прозрачные и стабильные. Не на один год договор, а как минимум на пять лет договор. Тогда у нас это все заработает. И мы только за это. И мы именно это и предлагаем. Еще раз говорю, мы поддерживаем, чтобы у нас действительно была сильная инфраструктура, сильный КИГОК, сильный КТЖ, сильный КАС-Трансгаз и так далее. Вот мы за это. Но еще раз подчеркиваю, давайте эти правила, покажите, за что должен отвечать рынок. Создайте туда условия. Мы видим, что очень много в транспорте, в том же самом КТЖ, станционных проблем. Нужно развивать предстанционную инфраструктуру. Пожалуйста, сейчас ТМ, ТМ, маршрут, который из-за геополитических всей ситуации стал очень и очень актуальным. И бизнес готов туда инвестировать, готов инвестировать в контейнерные порты, готов инвестировать в другую инфраструктуру и так далее. И это очень важно. Но здесь другая задача. Нужно межстрановые вопросы решать. С грузинами, с азербайджанцами, с иранцами, с китайцами и так далее. То есть вопросов много, они параллельные. Но самое главное, еще раз подчеркиваю, что мы их очень хорошо понимаем и мы готовы помогать правительству, готовы помогать государству в решении этих вопросов. Это тоже такая некая своя социальная ответственность. Потому что, условно говоря, из 100 предпринимателей только 2-3 готовы свое, может быть, 5, готовы свое время тратить на то, чем я занимаюсь. Остальные занимаются своим корр-бизнесом. Это хорошо, они создают рабочие места, платят налоги и не отвлекаются от этого. Вот это, в принципе, это два подхода абсолютно нормальных. И мы просто те, кто готовы свое время тратить на выработку этих предложений, свой опыт, мы им очень сильно благодарны. И вот мы их именно и объединяем. Ромик Конварович, вот вы сейчас сказали вещь очень интересную. Я говорю, если так случится, мы заживем в более лучшем Казахстане. Вы говорите, надо пересмотреть и сделать справедливые правила игры для всех. Это круто. Я хочу задать вам очень каверзный вопрос. Пришел буквально в голову только что. И еще хочу телезрителям, уважаемым, сказать. Ромик Конваровича я в жизни лично знаю. Я здесь готов поклясться. Я ни разу в жизни не слышал, чтобы вы отлынивали от вопросов или как-то пытались увильнуть. Поэтому я вам задам прямой вопрос, зная, что вы отлынивать не будете. Скажите, пожалуйста, те, с кем вы работаете каждый день, тоже поддерживают вот настолько открытое такое построение справедливых правил игры? Будь то там все ветви власти, с которыми вы взаимодействуете в этих процессах. Это рвение ваше или это рвение правительства, которое пришло и к вам оттуда? То есть насколько все готовы? Или это отдельные там пассионарии только готовые какие-то справедливые правила игры по-настоящему толкать? Нет, вот смотрите, в принципе, бизнес реально к этому созрел. И понятно, есть разные отношения, в том числе к олигополиям. Но мы в том числе и палата объединяет и малый, и средний олигополий. Например, вопрос энергетики, который у нас просто номер один в повестке стоит. Потому что мы можем любое производство строить, но если нет электричества, ну как ты без энергетики можешь? И вопрос на сегодняшний день стоит просто горящий, горящий, горящий. И бизнес понял, что чем каждый по отдельности кто-то заходить, какие-то свои вопросы решать, лучше садиться, вместе объединяться. И действительно вот эти прозрачные правила игры, потому что нам действительно нужно реконструировать ТЭЦ. Нам действительно нужно строить новые генерации. Мы понимаем, что есть там целая программа международная, которая по сокращению низкоуглеводных, там ESG программа, там экологически определенные нормы. Финансовые институты, которые отказываются это финансировать, инвестировать. Но, сори, мы без энергетики, это, кстати, это большое наше преимущество. У нас есть дешевое электричество, да, то есть у нас есть сырье для этого, у нас есть возобновляемые источники для этого. И мы эту тему точно должны качать, и причем качать очень эффективно. И бизнес объединился, и бизнес готов. Поэтому я к чему хочу сказать, что сейчас общество в целом созрело, и большинство тех людей, которые вокруг меня, они за эти прозрачные правила игры. В правительстве в том числе? В правительстве в том числе. Почему? Потому что президент об этом говорит, да, и правительству деваться уже некуда. И мы не видим, что там, понимаете, что есть какое-то другое мнение. На самом деле, мнение, оно сформировано вот так вот, по вертикали. Оно сформировалось, на самом деле, и, ну, и январские события, оно-то все-таки, ну, как бы оголило все эти проблемы, да. И мы сейчас видим, какой, ну, вот какой действительно есть возможность, и бизнес чувствует эту возможность, да, там, реализовать ее вот в сегодняшнее время. И они действительно открываются колоссальные. То, что президент говорит о реформах, очень понятные, очень правильные вещи. И мы двумя руками это поддержим, потому что мы реально за эти 30 лет уже накопили опыты. Мы уже четко видим, да, почему и что мы не диверсифицировали. И что нам нужно все-таки менять, где, как говорится, подкручивать какие винтики, для того, чтобы эффективность, вот то, о чем мы вначале с вами сказали, у нас есть проблема именно в реализации. И я, как бизнесмен, как практик, именно фокусируюсь на вот этих механизмах, чтобы мы подсказывали вместе с правительством эти механизмы реализовывали именно, чтобы была качественная реализация. Чтобы мы почувствовали на своем кармане, да, там, на своих доходах, как бизнес, на налогах страна, да, там, на рабочих местах, чтобы мы реально почувствовали, что вот они, изменения идут, да. На возможности выплачивать большие зарплаты. Да, конечно, да мы и с удовольствием их будем выплачивать, да, там, да, и чем больше проектов, тем больше рабочих мест там и так далее. И сейчас, еще раз говорю, колоссальные возможности, колоссальные, надо их использовать. Хорошо. Хорошо. Опять не все вопросы успел вам задать, которые хотелось, но задам, наверное, последний вопрос, если можно, буквально пару минут вам дам, чтобы на него ответить. Вот у нас сейчас время, с одной стороны, больших вызовов и сложностей, дикой инфляции, большие проблемы, большой социальный запрос на изменения. При этом, большой социальный запрос на изменения, все-таки, подкрепляется еще и большими возможностями в экономике, которые сейчас к нам прилетели. Там, перелокация ресурсов в Казахстан, из России, в том числе, приход инвесторов. Здесь какое-то вот, какое-то такое позитивное движение, когда, наверное, часть предпринимателей или людей, которые хотели стать предпринимателями, поверили, что здесь можно строить свои бизнесы и начали как-то двигаться. Я замечаю вот по своим друзьям даже. То есть есть большие сейчас вызовы времени, а есть большие возможности сегодняшнего времени. Вот у нас электоральный период. Мы пока не можем однозначно говорить о победителе, хотя мы все понимаем, что говорят, что фаворит там явный. Я в прошлый раз спрашивал у вас, что такое жена Казахстан для Реймбека Паталова. А сейчас я хочу вас спросить, кто бы не выиграл эти выборы? Что должно произойти в Казахстане за ближайшие 7 лет? Как вы считаете? Что главное? Ну, вы знаете, я считаю, что мы действительно должны диверсифицировать свою экономику. Мы действительно должны развить то, что сегодня нам приносит доход. Это сырьевая экономика. И у нас там колоссальнейший потенциал. Вот реально колоссальнейший потенциал. Я вот так двумя словами отвечу, что и те виды или те приоритетные отрасля в диверсификации, их немного. Вот на них сфокусироваться. И на сырьевой базе. Нефть, газ, горнометаллургический сектор, который, еще раз подчеркиваю, может привлечь миллиарды долларов. Я вот в поездке с главой государства, вот четко вижу, мы были в Америке, я сопровождал главу государства. Вот 30 лет тому назад я также был в первой поездке в Америку. И сейчас я вижу, какой вот сегодня реально крупные западные компании, какой они, так сказать, интерес испытывают Казахстану. Вот он реальный. К стабильности, к стабильности поставок сырья, к политической стабильности. И вот это очень важно. Понятно, понятно. Интересно. Но и справедливость. Справедливые правила игры должны появиться для всех за ближайшие 7 лет, я надеюсь. Я уверен в это. Да. Дай бог, чтобы так и было, Реймбек Анвардович. И еще раз, как и в прошлый раз, хочу пожелать и вам, наверное, вот такой непоколебимой решимости до конца все это дожимать. Все, что вы начинаете. Потому что сейчас вы представляете интересы многих-многих-многих в Казахстане. Спасибо вам огромное за сегодняшний эфир. Я хочу снова еще раз вас пригласить. Я половину вопросов вам не задал. А телезрителям хочу сказать, пожалуйста, будьте с нами, следите за нами. И не переключайтесь, потому что дальше будут самые лучшие новости на самом лучшем телеканале. Хорошей недели и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин